Я в этом направлении уверен, что эта работа даёт уже конкретные результаты нашим гражданам. Вопрос только в том, чтобы делать всё последовательно, не спеша, забегая вперёд, а действуя поэтапно, имея в виду как раз обеспечение наших интересов, так как каждая из сторон сама для себя и определяет. По-моему, в случае хорошей, как вы видите, можем искупаться. Да, в море становится всё теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи. Я вас очень радуюсь. Спасибо, Владимир Владимирович, за человеческое приглашение именно в пятницу, чтобы действительно в выходные дни можно было и в море окунуться. Я так и понял это приглашение. Да, действительно, много разговоров даже по поводу встречи, неожиданно даже для меня, я очень внимательный, вы знаете, у нас на фронте там подслеживаем каждое телодвижение, неожиданно разговоры, но вот встречаются очень часто и прочее. Но это наш план. Мы об этом объявили, что в конце прошлого года, что мы, как вы правильно сказали, постепенно будем обсуждать те вопросы. Если мы уткнулись, уперлись в какой-то вопрос и не можем его без специалистов рассмотреть, ну так мы его передаем специалистам, они готовят нам. Мы встречаемся, снова двигаемся. Главное, что двигаемся вперёд. Вы правильно отметили рост товарооборота. Мы просчитываем сейчас буквально каждую долю процента, и мы видим, что мы превзойдём в этом году Беларусь-Россия свой товарооборот до пандемийного или до ковидного уровня. А там у нас больше 37 миллиардов долларов было. То есть в прошлом году было 29 тысяч. В прошлом году, несмотря на падение. Да, это в прошлом, да. А я был до ковидного, да, было... С высшим 30 тысяч. Да, поэтому здесь как раз у нас темпы неплохие. Я смотрю, по ВВП у вас. Так как и у нас, она же, знаете, предрекали там чуть ли не стагнацию какую-то. Экономика в России растёт, естественно, привязанная к России. Наша экономика нормально двигается. Но всегда, знаете, есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о ней знаете, я вас проинформирую. И я пользуюсь таким доверительным отношением с вами. Захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали о том, что происходит. А просто в публичном, вот я при подготовке встречи вам скажу следующее. Чтобы вы понимали, что это за люди. Хотя мы с вами в этом ключе обсуждали многие проблемы. Помните, вот в период прошлого года, когда, ну, наверное, больше России никто не спасал своих людей, вывозят с курорта. Помните, когда вы, и даже с Индией нам помогали, человек 200 вывезли белорусам. Где-то мы попутно вывозили россиян, Белария наша. Тогда всё закрылось. Один аэропорт в Минске работал, и мы вывозили своих людей. Они всё закрыли. И попросили Белария, понимаете, какая мерзость, попросили они нашу компанию. И наша компания вывезла, наверное, не наверное, а тысячи тысячи человек. Шведов, немцев, значит, поляков, литовцев, у них вообще наглухо было закрыто, американцев. Тысячи вывозили в Минск, поскольку аэропорт был открыт единственный. А потом американцы у нас забирали людей, и мы им туда отвозили. Не представляете, как они были в конце прошлого года, в начале этого нам благодарны. Белария, Белария, коллектив, за вывезенных людей, спасённых. Вот этот случай с самолётом, к которому Белария, вроде бы, не имеет никакого отношения. Какой Белария компания имеет к этому отношения? Там самолёта у Белария не было. Базируется на аэропорту, там и вылетаете ваши самолёты, и другие. А чужой самолёт упрекают военных, что мы там его посадили. Белария при чём? Замочили на всю катушку. И если бы не вы, вот в этот период, я смотрю, москвичи просто... Москва отказывает, летите вокруг Беларуси, они принимают самолёты в Москве. Сразу почувствовали. Но за что наказали трудовой коллектив Белария? За то, что они в ковид их вывозили тысячами. Вот их лицо. Я откликаюсь от того, что было, я покажу вам некоторые документы, вы поймёте, что там происходит и происходило. Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого. Самолёт президента Боливии всё время посадили. С президента вылили из самолёта, и ничего, тишина. Совершенно верно. А с Россией в Турции, помните, в Сирию летел самолёт, якобы оружие, посадили, досмотрели. Никто не кричал, но досмотрели, досмотрели, ваше суверенное право. Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать? Ну, нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмём и мы. Спасибо большое.